Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили этот ускорный поезд. Мы запринят, уезжаем. Этот год, как и предыдущий, для специалистов департамента ПЧС выдался нелегким. С начала года они выезжали на тушение пожаров около 800 раз. В основном огонь коснулся частного сектора. На жилые дома приходится больше половины пожаров. Но что радует, по сравнению с прошлым годом, количество огненных происшествий сократилось на 6,5%. Так же, как и число пострадавших. Основными причинами вот этих пожаров у нас являются, опять-таки, неправильное использование электрооборудования, неправильный монтаж и установка электроприборов, газовых приборов. И, к сожалению, также надо отметить, идет рост количества случаев, где участвуют дети. Количество пожаров с детской шалостью в этом году, в сравнении с 2015 годом, значительно выросло. Кроме этих причин, также можно назвать неосторожное обращение с огнем и неправильное использование печных отоплений и газовых приборов. Этот год запомнился двумя крупными пожарами летом этого года. Так, 4 августа в результате столкновения вагонов на нефтебазе вспыхнула цистерна с горючим. Тогда на тушение огня было привлечено более 20 автомашин и 105 пожарных. А 15 августа в результате опрокидывания вспыхнула цистерна с ГСМ на территории свинцового завода. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Зимний период спасателям также принес хлопот. Здесь сотрудникам ДЧС пришлось спасать людей из снежных заторов. Было в этом году, вот последние дни декабря, были также проведены работы по вызволению из снежного заноса, оказавшегося в снежном плену автомобилей и пассажиров. За только одни сутки, 23 декабря, спасатели вызвали из снежного плена 15 автомобилей и 87 пассажиров. Предновогодний, последний день, 27 декабря, в Бадиверском районе также были проведены аварийно-спасательные работы. Из снежного плена были вызваны также 15 руковых автомобилей и 25 человек пассажиров. Все они были благополучно доставлены в пункты назначения, в пункты обогрева. Всем была оказана соответствующая помощь. Как говорят сотрудники ЧАЭС, большинство чрезвычайных происшествий происходит из-за собственной беспечности людей и призывают жителей области быть осторожными и соблюдать все правила безопасности. Запомнился этот год и задержанием таможенниками крупной партии контрабандных ювелирных изделий в Шимкенском аэропорту. Среди украшений серебра казахстанский предприниматель пытался ввести из Турции в нашу республику около 30 килограмм золотых изделий. Стоимость контрабанды, как установила экспертиза, составила почти полтора миллиона долларов в США. При проведении оперативно-расследовательных мероприятий совместно с погранслужбой комитета национальной безопасности был задержан гражданин Уразбаев, у которого при досмотре из трех чемоданов были обнаружены ювелирные изделия из золота. При этом он в своих декларациях указал лишь 86 килограмм. Товароведческая экспертиза тогда потратила почти 6 месяцев, чтобы установить точную сумму контрабанды. Приговор суда был суровым. Согласно судебно-экономической экспертизе, сумма товароведческой экспертизы, сумма недекларированного товара составила более 429 миллионов тенге. Общая сумма контрабанды составила 478 миллионов тенге, которые по приговору суда было обращено в доходное государство. Коммерсанту пришлось заплатить также около 2 миллионов тенге штрафа. Всего же с начала года таможенники расследовали более 100 уголовных дел. Государству был возмещен ущерб на сумму почти 4,5 миллиарда тенге. Субтитры создавал DimaTorzok